Опять же, очень интересный момент. Вот, например, продуктивность сельского хозяйства с 1900 по 2000 год выросла с гектара на 700 процентов, в 7 раз. Ничего себе. А количество людей, задействованных в сельском хозяйстве, в несколько раз снизилось. То есть, производительность труда выросла в десятки раз. В промышленности это выросло в сотни раз. У нас показывали несколько лет назад, кстати, хорошую такую новость, меня реально порадовало. У нас ввели завод по производству бесшовных труб для газопроводов. И говорили, что раньше были такие заводы, там работало, допустим, на подобном заводе 2000 человек в смене. А сейчас работает 8 человек, а производительность выше. То есть, в промышленности за счет сначала автоматизации, затем роботизации, производительность труда выросла в десятки, а в некоторых отраслях в сотни раз. То, что мы за эти сто лет в сотни раз лучше и жирнее жить не стали, это вполне очевидно. Потому что если раньше жили, допустим, на четырех квадратных метрах, сейчас что мы жили, на четырехстах? Каждый, да? Нет. Мы стали в сто раз больше жрать? Это невозможно технически. Так вот, что же происходит? А происходит предельно простая вещь. Реальный сектор экономики по количеству задействованных людей постоянно сокращается. И поэтому приходится придумывать огромное количество работ, которые, на самом деле, нахрен никому не нужны. Например, как у нас, по-моему, это 2003 год был или 2004, не помню. Взяли и перешли с ежегодного налогового отчета на ежеквартальный. А в целом бумага оборот вырос в начале 2000-х, по-моему, в 24 раза. И, соответственно, в IT-индустрии, просто тогда я в ней работал, оказалось, что требуется один бухгалтер на шесть работников. Мощно. Мощно. А раньше хватало одного бухгалтера чуть ли не на заводик. Почему так? Потому что нужно, чтобы люди были чем-то заняты. То есть здесь стало в несколько раз больше бухгалтеров, в сотни раз больше юрист-консультов и прочих. И плюс к этому для контроля над ними во столько же раз больше налоговых инспекторов. И все предели. Опять же, армия у нас 800 тысяч человек. Здоровых мужиков, которые работают в ЧОПах всевозможных, их сейчас больше миллиона в стране. Правда полезная работа? Крайне необходима. Вот я к тебе сейчас заподнимался, допустим, сюда шел. Проходил пункт охраны. Там три человека внизу. Кого охраняют, от чего охраняют? Да пень его знает. Бдят. Бдят. Пропускают по пропускам всех, а у кого нет пропусков, но человек говорит, что я иду в такую-то ферму, его пропускают просто так. Правда это нужное дело? Безусловно. А ведь еще кто-то обслуживает эти все турникеты, ставят их, выпускают. Тут движуха есть, поэтому люди работают по 8 часов, боятся потерять работу, вкалывают, да, типа, каждый день мы бежим за денежкой. При коммунистической системе распределения для достаточно ленивой работы двухчасового рабочего дня хватит выше крыши. А чтобы жить вообще шакарно, ну пускай он будет 4-часовой. Ну и пару месяцев отпуска. Продолжение следует...